Ford и Google разработали симулятор ДТП. Ford, Google и студия виртуальной реальности Happy Finish разработали приложение Ford Reality Check, проверь на практике, имитирующее ДТП, возникающее в результате отвлечения внимания водителя на телефонные разговоры и общения в социальных сетях. Приложение демонстрирует поездку водителя, отправившегося на вечеринку, болтая с сидящими в салоне друзьями, отвечая на телефонные звонки и СМС, он становится участником смертельного ДТП. Так, по мнению разработчиков, проявляется синдром FOMO, fear of missing out, боязнь упустить что-то важное, которому подвержены фанаты современных технологий и гаджетов, в особенности, молодежь. В Европе новое приложение планируют использовать в рамках программы Ford Driving Skills навыки вождения. Немного позже оно будет доступно и в Google Play Store. Это уже не первая попытка Ford напомнить нерадивым водителям, к чему приводит их увлечение гаджетами, спиртными напитками и наркотиками. Ранее компания имитировала езду человека, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и после борной вечеринки. Молодые люди могли на себе ощутить, чем заканчиваются подобные истории, но не в виртуальном мире, а в настоящем автомобиле. На испытуемых надевали специальные костюмы снижающие зрение, слух, координация и точность движений. Кроме этого, университет Юта недавно провел исследование, определяющее удобство использования информационно-развлекательной системы в 30 новых моделях автомобилей. Его инициатором стал Фонд за безопасность на дорогах Американской автомобильной ассоциации, AAA. В ходе экспериментов с участием добровольцев измерялось время, необходимое для выполнения различных задач, а также уровень концентрации внимания водителя. Как выяснили исследователи, эти два показателя находятся в прямой зависимости с вероятностью возникновения ДТП. Чем сильнее водитель отвлекается, тем выше риск возникновения аварийной ситуации. Испытуемым предлагалось позвонить, включить радио, отправить СМС и воспользоваться навигатором с помощью голосовых команд или сенсорного экрана. Самой коварной оказалась именно навигационная система, использование которой ввод пункта назначения в движении отнимает в среднем 40 секунд. Участникам эксперимента предлагалось запрограммировать ее, проезжая 444 метра на скорости 40 км в час на 12 различных моделях автомобилей. Источник «Драйв» по материалам сайта Ньюзгроком.